Открытый диалог. Такую форму общения выбрал председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук для того, чтобы не просто поговорить с брещанами. Итогом двухчасовой дискуссии должны были стать конкретные решения, которые позволили бы сделать жизнь в областном центре лучше. Мероприятие в подобном формате прошло впервые, и разговор получился живым и насыщенным. Специально для более детального рассмотрения вопросов была выбрана двойная система. Желающие озвучить свои проблемы могли выступить, а те, чей вопрос был личным, могли оставить обращение в письменной форме. За время общения было озвучено большое количество вопросов, в своем большинстве частного локального характера. Однако тот, кто хотел быть услышанным, получил такую возможность, а проблема была решена прямо во время открытого диалога. Учитывая очень персонифицированный вопрос в отношении женщины и 52 лет определенной профессии, я понимаю, что идет речь не об абстрактной женщине, а о конкретном человеке. Поэтому я очень прошу вас, Ирина Владимировна, учитывая, что есть специальное обращение, я лично буду заниматься трудоустройством данной конкретной женщины. Я думаю, что это будет правильно, это будет получше. Во-вторых, мы должны прекрасно понимать, что программа занятости и в целом трудоустройство это комплексная проблема, которую невозможно решить ни волевым путем, ни каким-то управленческим решением сверхнизкого, в данном случае даже регионального уровня. А мы должны думать, как в Брест привести реальное производство, как в Брест привести реальных работодателей, и чтобы он в Бресте захотел вложить свои деньги, создав рабочие места. Брещане – люди с активной гражданской позицией. Именно это обуславливает тот факт, что из зала звучали не только просьбы. Горожан интересовали перспективы развития Бреста на ближайшие несколько лет и подготовка областного центра к тысячелетию. Буквально на днях главой государства предоставлено право губернатору выбирать подрядчиков на объекты тысячелетия. Те, которые имеют отношение и понимают слово тендер, опцион и так далее, понимают, насколько мы, насколько, во-первых, трепетно губернатор относится к проблемам города, и насколько президент идет навстречу в вопросах тысячелетия. То есть мы сами, мы, власть, будем определять, кто будет проектировать и кто будет строить. И как вы думаете, живя в Бресте, мы сюда какого-то строителя из отхода, это с другой стороны что ли возьмем? Конечно, это будут наши строители, наши проектировщики. Поэтому проектные организации будут загружены уже практически сегодня. Мы вчера собирали планерку, уже сегодня пошнет работа по очень серьезной теме. Поэтому будет, я отвечаю, все будет хорошо. В рамках празднования тысячелетия город не только получит новые объекты, но и модернизирует старые. Здесь Александр Рогачук особенно отметил реконструкцию Кобринского путепровода. Стройка не из легких, через мост проходит большой транспортный поток, поэтому закрыть его не представляется возможным. Кроме того, этот объект, как и ряд других социальных, станет еще одной возможностью для открытия новых рабочих мест. У нас очень большая проблема. Я хочу просто вам объяснить, чтобы вы меня просто поняли. Самая сложная проблема, даже не западный обход, самая сложная проблема – это реконструкция Кобринского путепровода. Если кто-то понимает, что такое закрыть Кобринский путепровод для города, то вы представьте последствия, что мы будем иметь. В вопросах логистики добираться на работу, с работы и так далее – это самая сложная задача. Но оставлять Кобринский мост, Кобринский путепровод в таком состоянии – это просто преступно. Поэтому я очень рад, что принято такое решение главой государства, что губернатор поддерживает все эти решения, и мы будем, наш дорпроект, будем думать так, чтобы не прикрывая Кобринский мост, по-разному его называют, хотя бы для общественного транспорта, за год построить новое шестиполосное движение с Московской на Машерово. И как вы думаете, сколько людей там будет работать? Там будет работать сотни человек. На западном обходе будет работать сотни человек. Поэтому это здорово, это востребованность для нормальных людей. Не только вопросы, но и благодарности за работу были озвучены в адрес градоначальника. Татьяна Короткевич, экс-кандидат в президенты Беларуси, в этот день приехала в город над Бугом. Особенно она отметила решение Александра Рогачука провести мирный митинг в День воли. К ним на встречу вышел руководитель городского депутатского корпуса Николай Красовский. Для тех из вас, кто имеет трудную жизненную ситуацию, кто не имеет работы, мы готовы рассмотреть эти вопросы и в конструктивном русле их решить. Мы за диалог, мы за сотрудничество, в результате которого наш бы город Брест стал еще лучше и краше. Первое, что я хочу сказать, сегодня памятная дата, 99 лет со дня того, исторического момента, когда впервые была объявлена претензия на то, что Беларусь может быть независимой. Я вас всех поздравляю с этим. Спасибо. Второе, я хочу сказать, высказать слова благодарности главе города, вам, Александру Степановичу, за то, что вы сегодня проводите не только встречу с жителями Бреста здесь, но также разрешили мирную акцию в центре города, посвященную Дне воли. Правда, на это нужна была воля. Я хочу сказать, что во всем мире вы смотрите телевизор, видите, как проходит акция, как люди говорят и как люди хотят быть услышанными сегодня властью. Наверное, отчасти этот заполненный зал как раз может быть говорить об этом. В целом, открытый диалог получился насыщенным. Александр Рогачук ответил на несколько десятков вопросов и по итогу мероприятия заверил, такие встречи станут регулярной формой работы. Основной итог этой встречи для меня лично, как руководителя города, что никакой сайт, никакой интернет-ресурс, никакое средство коммуникации не заменит живое общение с людьми. И даже общение должно быть острым, и общение должно быть взаимой с двойным движением. Надо объяснять и управленческие решения, надо уметь слушать людей. Я очень удовлетворен таким форматом. И, наверное, мы в городе Бресе сделаем вот эту встречу ежемесячную, предположим. Каждую субботу, давайте уже, наверное, вот в этом месте я буду находиться. Мы будем делать обращение к людям. Желает прийти, спросить, узнать. И абсолютно взаимополезная встреча. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Наздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».